Всем привет, друзья мои! Сегодня 18 октября 2016 года, вторник, 13.00 по Москве, а значит в прямом эфире. Я, ваш звезда, ты ведущий Михаил Костанян и вы смотрите передачу «Несерьезные люди» на Юморбокс. Сегодня у нас есть несколько интересных праздников. Во-первых, сегодня день сладкой патоки и восточных сладостей, так что сладкоежки гуляйте, отрывайтесь, имеете полное право. Сегодня еще день кудесника, так что можете творить чудеса, все что угодно и тоже оправдываться, что я вот не косячу, а кудесничаю. А также сегодня день двух наших субъектов Российской Федерации, день республики Калмыкия и день Аляски. Кто-то скажет, как это, Аляска не наша? Ну, пока не наша, всему свое время. А опять же, возвращаясь к тому, что всему свое время, буквально через пару минут у нас в гостях будет очень веселый и очень интересный гость, так что не уходите далеко, сейчас немножко красивой музыки. Митя Фомин, все будет хорошо. Друзья мои, как я и обещал, Михаил Терешенко у нас в гостях, рад вас приветствовать. Приветствую. Артист самого веселого, Михаил, сразу спрашиваю, вы же не серьезный человек, надеюсь, нет? Абсолютно. Прекрасно, прекрасно, мы, нас уже двое, как минимум на этой планете, не серьезных людей. Актер, юморист, но еще и театральный режиссер, я ничего не упустил? Ничего, я еще просто хороший человек. Это, я бы сказал, во-первых, хороший человек, но еще при этом занимается всякими глупостями, типа театра, юмора, сатиры. Больше 30 лет, но сейчас сатира не очень котируется. Почему? Ну, как-то время такое, сейчас у нас юмор. Страшно сатирничать как? Время сатиров ушло? Сатирники перевелись. Не перевелись еще, добрые молодцы на Руси, двое сидят, куда они перевелись-то? Да и куда-то перевелись как-то, нет. Ну, так уж явно, ничего не могу вспомнить, явно такого. Ну, юмор сейчас приобрет легкость. Вот когда Михаил понял, что он не серьезный человек, есть вот это отметина? Я скажу, когда я понял. Это было очень давно, я учился в классе шестом или седьмом. Да. А я абсолютно отчетливо помню, как пришел отец с работы, мой, и сел, мама ему принесла табуреточку такую, он сел на диван, на табуреточку поставил, на мою есть, и он стал смотреть телевизор. Ну, у нас не было такого маленького столика, ну, как-то на табуреточке. Вот. А телевизоры тогда были, если вы помните, ПТК это называлось, пультов же не было. Нет, пультом был самый младший в семье. Ну, да. Обычно, да, переключили. Один из трех каналов. Там было четыре канала, значит, три, а четвертый был такой, который работал полдня. В общем, было три канала. И отец сел есть и смотреть телевизор. Прекрасно, время рекламы не было. Он включил, ну, какой там, скажем, первый канал, там что-то такое, кто-то говорил. И он так встал, пошел, включил второй канал, сел, там тоже кто-то говорил, причем там мы, там что-то там достали. Да, да, да. И он все так. И пошел, включил третий. И там то же самое. И я подумал, вот хорошо бы мне стать артистом, чтобы папа пришел после работы, включил телевизор, а там я выступаю и смешно, и папе будет приятно. Класс. Абсолютно четко помнит мы. Это, Михаил, это можно назвать такую установку в себе. Ну, можно и так назвать. Папа застал в телевизоре сына? Да, да, он до сих пор смотрит. Вот. Радуется, радуется, ну, здорово, здорово. То есть, не, ну, представляете, вот эта установка была дана, да, там, в шестом-седьмом классе, сейчас мы уже взрослые мальчики, и папа видит нас в телевизоре. Да, ну, это здорово, на самом деле, это очень хорошо. И мама смотрит, дай бог здоровья, и папа смотрит, дай бог здоровья. Прекрасно, я просто почему спросил, я тут вспомнил, у меня это было, правда, в последнем классе, когда меня тут назвали новая школа, я второй день в этой школе и сталкиваюсь с заучем Ирины Михайловны. И она меня останавливает и говорит, фамилия, я такой, имя, как тебя зовут? Я такой, Михаил, какой класс? Я такой, одиннадцатый А. И она, вообще первый раз сталкиваюсь, второй день, я вообще ничего не понял. И она смотрит, она такая серьезная была женщина, такая, она говорит, Михаил, я сразу поняла, вы несерьезный человек. И пошла дальше, ну, там поржали, и пошли, ну, вот так вот приговорила. Ну, потому что, мне не надо было в школу в плавках приходить, в женские накидки. Ну, конечно, все. Ну, вот у меня как-то так получилось. Вы поняли, что несерьезный, и понеслась? Понеслась не сильно. Я как-то вел себя несерьезно, ну, очень несерьезно. И до десятого класса на вопрос, кем ты хочешь стать, я как-то все время уходил от ответа, да вообще не задумывался. А потом... Почему? Даже не знал? Ну, потому, нет, потому что, а зачем задумываться? Все же хорошо. Тоже логично. Я, как бы, живу, кормят, поят, велосипед, ну, все, как бы, что еще надо жить? Велосипед был в детстве. Да, у меня был велосипед Орленок сначала, потом велосипед Украины. У меня еще мопед был. Я бы сказал, золотая молодежь, Михаил. Вообще, да, да. Фактически. Мажор. Папа был подпольным миллионером? Да, учитель физкультуры. Замечательно. Вот, как. Вот. А потом закончил школу, и, естественно, куда? Конечно же, я стал поступать в театральный институт. Естественно, ну тогда куда еще? Но я не поступил. Почему? Причем я специализацию сдал, а вот общеобразовательное я не сдал. Значит, сочинение я успешно списал. Да. А вот историю СССР я не сдал, потому что я и вообще не знал, но я не учил. Вот. И отец сказал, ну как, надо что-то делать. И я пошел работать на завод. Я проработал на заводе меньше года. Меня направили на курсы шоферов от ДОСАФ. Я получил права. То есть, убрать его с завода? Нет, нет, не надо. Я параллельно это делал все. Вот. А потом армия советская. Долг отдан? Да. А как? В наше время не служить в армии, это просто было, ну как-то неправильно. Ну я больше сказал, в советское время даже девушки косились на тех. Он в армии не служил? Что-то с ними не так? Ну да, это было, да, ненормально. Как меняются времена? А в армии художественная самодеятельность какая-то меня все-таки прорвало в эту сторону. И после армии я пришел и поступил в театральный институт. И у меня во вкладыше, я не знаю, сейчас дают вкладыши или нет, в дипломы? В дипломы дают, да, с оценкой, конечно. Вот. У меня во вкладыше одна четверка. Практически отличник. Ну. Боевые. Да, и политические подготовки. Политические подготовки. Вот, если аттестат зрелости, среднем образовании, у меня там средний балл там 3,62. Ну, естественно, что у меня пятерки по труду и физкультуре, вот. По физкультуре, я думаю, права не имел уже. Думаю, отцепу папа бы не понял. Да, вот. А там у меня вот так одна четверка. Ну и понеслось. Михаил, вы знаете, какое самое главное событие, дорогие вот друзья, если вы тоже не в курсе, какое самое главное событие в этом году, в ноябре в России? Какое? А вот чтобы узнали и вы, и наши дорогие телезрители, в этом году у нас будет четвертая, четвертая, это вам не третья, не вторая, реальная премия Music Box. Да ладно? С 17 ноября, и не абы где, а в Крокус Сити Холл, друзья мои, в 20.00, билеты уже продажи, заходите, будет очень много звезд, потрясающее шоу, такого еще не было, будут такие имена, но вы заходите, забивайте, билетов осталось мало, забиваете четвертая реальная премия Music Box, вы все увидите и не пропустите. Какого ноября? Михаил, с 17 ноября, но у нас еще будет, извиняюсь за это слово, припати, припати будет, я сейчас объясню, что это такое, у нас их несколько, одно уже прошло, до сих пор люди в коме, будет следующее припати, это прелюдия, прелюдия, так сказать. Предварительные ласки. Ласки, да, предварительные ласки. Следующий сеанс предварительных ласок, ласок, хорошо, так, прелюдия будет 20 октября, то есть вот этого месяца, это четверг, ну, после завтра. Это нормально, это нормально. В полночь, ровно в полночь. В полночь, какая прелесть. Шахти-террас, это там, там будут звезды, можно будет, в смысле, культурно пообщаться со звездами, там будет Ума Турман, Майкл Джексон и еще разные звезды, да, они будут у нас. Шахти-террас? У нас и ведущие будут звездные. Ага. Да, вот, так что мы сейчас посмотрим немножко веселого видео. О, давайте, 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 это я люблю. Там знаете, кто будет? Понятия не имею. Там будет Михаил Церешенко. Да вы что? Смотрите и учитесь Михаилу. И зрители сказали, а кто это? Они сейчас все узнают. Ну, давайте, засмотримся давай. Смотрим. Я недавно стою у себя на балконе, курю и слышу сзади в комнате Муся, ну, это жена моя, по телефону с подружкой, значит. Верочка, тыры-пыры, Вера, суси-муси. Ой, Верунчик, вчера купила себе бюстгальтер, недорого, всего за две тысячи рублей. Я, когда это услыхал, чуть окурок не проглотил. Я так трусы потягиваю, в комнату вхожу, говорю, Муся, ёпарасете, чё ты там себе купила недорого, всего за две тысячи? Она мне так рукой, мол, куришь, кури. Ёпарасете. Я-то от трусы подтягиваю, так аккуратненько, чтоб тёщу в кухне не травмировать. Говорю, Муся, ёпарасете, а ну ложь трубку и повтори быстро, чё ты сейчас такое сказала, проливчик. Она трубку бросила, говорит, что такое, я уже не могу с подружкой поговорить. Я говорю, да говорить ты можешь сколько угодно, но произносить такое вслух. У меня в уши зашевелились. Она говорит, чё ты так возбудился, от этого что ли? Я говорю, да не от этого, от двух тысяч рублей я возбудился. Она говорит, той лак, Мишаня, сейчас импортное, всё так стоит. Я говорю, Муся, ёпарасете, а ты наши носи, наши, отечественные. Вот я, наши трусы ношу и ничего, нормально. В коленках тепло, подмышками не дует. Только сползают, правда, всё время. Она говорит, Мишаня, знаешь чё, ты когда-нибудь тебя со стороны в этих трусах видел? Я говорю, конечно видел, и не я один. Она говорит, в каком смысле, ёпарасете? Я говорю, так это, парасете ё. А, у нас на работе был медосмотр. А, я к врачихе в кабинет зашёл, портки скинул. Она так, оп, и всё. Она говорит, что всё? Я говорю, сразу в обморок. Ну, Мишка заулыбалась, говорит, всё, я теперь могу спать спокойно. Я говорю, конечно можешь. Если будешь наши носить. А, Мишань, понимаешь, я лучше за две тысячи буду себя человеком чувствовать, чем за триста рублей уродом. Ты же не хочешь, чтобы у нас в семье был урод? Я говорю, конечно не хочу. Хватит нам и одного. Это ты имеешь в виду мою маму? Я говорю, не, Мусь, это я имею в виду себя. Потому что зарплата у меня, как у самого настоящего урода. На два с половиной лифчика. Ну, ладно, Мусь, носи на здоровье. Только скажи. Вот за такие деньги, мне кажется, он должен быть на меху. Ещё и валенки к нему в придачу. Ну, она рассмеялась тоже, говорит. Ну, ты сказал валенки, скажи ещё лыжи. Это ж, говорит, летний вариант. На бретельках. Одни блюдечки. В моих руках и даже без чашечек. Махнул рукой. Вышел на балкон, закурил. Стою. Смотрю на нашу страну. И думаю. Да нормальные у нас трусы шьют. Нормальные. Врачихе очень даже понравились. Она перед тем, как в оборок упасть, прям так мне сказала. Говорит, Мишаня. Ёпересете. Что в переводе означает Ёлки-палки, рада стать твоей. Вот так вот. Друзья мои, как я и обещал, Михаил Терешенко у нас в гостях. Рад вас приветствовать. Приветствую. Артист самого весёлого. Михаил, сразу спрашиваю, вы же не серьёзный человек, надеюсь? Абсолютно. Прекрасно. Прекрасно. Мы, нас уже двое, как минимум, на этой планете, не серьёзных людей. Актёр, юморист, но ещё и театральный режиссёр. Я ничего не упустил? Ничего. Я ещё, правда, хороший человек. Это, я бы сказал, во-первых. Так, во-первых, хороший человек. Да. Но ещё при этом, вот, занимается вот всякими глупостями, типа, вот, театра, юмора, сатиры. Больше 30 лет. Ну, сейчас сатира, как бы, не очень котируется. Почему? Ну, как-то время такое. Сейчас, в основном, юмор. Страшно сатирничать как? Время сатиров ушло? Сатирники перевелись. Не перевелись ещё, добрый молодцы, на руси, вот, двое сидят. Куда они перевелись-то? Да и куда-то перевелись как-то, нет. Ну, так уж явно, ничего не могу вспомнить, явно такого. Ну, юмор, юмор сейчас приобрёт лёгкость. Когда Михаил понял, что он несерьёзный человек, вот, есть вот это отметина? А, я скажу, когда я понял. Это было очень давно. Я учился в классе шестом или седьмом. Да. А, я абсолютно отчётливо помню, как пришёл отец с работы, мой, и сел, мама ему принесла табуреточку такую, он сел на диван, на табуреточку поставил, на мою есть, и он стал смотреть телевизор. Ну, у нас не было такого маленького столика, ну, как-то на табуреточке, вот, а телевизоры тогда были, если вы помните, ПТК это называлось, пультов же не было. Нет, пультом был самый младший в семье. Ну, обычно, да, переключили. Один из трёх каналов. Там было четыре канала, значит, три, а четвёртый был такой, который работал полдня. В общем, было три канала. И отец сел есть и смотреть телевизор. Прекрасная времена рекламы не было. Он включил, ну, какой там, скажем, первый канал, там что-то такое, кто-то говорил. И он так встал, пошёл, включил второй канал, сел, там тоже кто-то говорил, причём там мы, там что-то там... Ну, да, да. И он всё так... И пошёл, включил третий. И там то же самое. И я подумал, вот хорошо бы мне стать артистом, чтобы папа пришёл после работы, включил телевизор, а там я выступаю, и смешно, и папе будет приятно. Класс. Абсолютно чётко помнят мы. Ну, это, Михаил, ну, это можно назвать такую установку себе. Ну, можно и так назвать. Папа застал в телевизоре сына? Да, да, он до сих пор смотрит. Вот. Радуется, радуется. Прекрасно, здорово. Не, ну, представляете, вот эта установка была дана, да, там, в шестом-седьмом классе, сейчас мы уже взрослые мальчики, и папа видит нас в телевизоре. Да, ну, это здорово, на самом деле, это очень хорошо. И мама смотрит, дай бог здоровья, и папа смотрит, дай бог здоровья. Прекрасно. Я просто почему спросил, я тут вспомнил. У меня это было, правда, в последнем классе, когда меня тут назвали новая школа, я второй день в этой школе, и сталкиваюсь с заучим Ирина Михайловна, и она меня останавливает и говорит, фамилия, я такой, имя, как тебя зовут? Я такой, Михаил, какой класс? Я такой, одиннадцатый А. И она, вообще первый раз сталкиваюсь, второй день, я вообще ничего не понял, и она смотрит, и такая серьезная была женщина, и она говорит, Михаил, я сразу поняла, вы несерьезный человек. И пошла дальше, ну, там, поржали, и пошли, ну, вот, так вот, приговорила. Ну, потому что мне не надо было в школу в плавках приходить, в женские накидки, ну, конечно, что. Ну, вот у меня как-то так получилось. Вы поняли, что несерьезный, и понеслась? Понеслась не сильно. Я как-то вел себя несерьезно, ну, очень несерьезно. И до десятого класса, на вопрос, кем ты хочешь стать, я как-то все время уходил от ответа, да вообще не задумывался. А потом... Почему? Потому что, зачем задумываться? Все же хорошо. Тоже логично. Я, как бы, живу, кормят, поят, велосипед. Ну, все, как бы, что еще надо жить? Велосипед был где-то. Молодая молодежь, Михаил. Вообще, да, да. Фактически. Мажор. Папа был подпольным миллионером? Да, учитель физкультуры. Замечательно. Вот, как. Вот. А потом закончил школу. И, естественно, куда? Конечно же, я стал поступать в театральный институт. Естественно, ну, тогда куда еще? Но я не поступил. Причем я специализацию сдал, а вот общеобразовательную я не сдал. Значит, сочинение я успешно списал. Да. А вот историю СССР я не сдал. Потому что я и вообще не знал, но я не учил. Вот. И отец сказал, ну, как, надо что-то делать. И я пошел работать на завод. Я проработал на заводе меньше года. Меня направили на курсы шоферов от ДОСАФ. Я получил права. Убрать его с завода? Нет, нет. Не надо. Я параллельно это делал все. Вот. А потом армия советская. Долг отдан? Да. А как? В наше время не служить в армии, это просто было, ну, как-то неправильно. Ну, я больше сказал, в советское время даже девушки косились на тех. Он в армии не служил. Что-то с ними не так. Ну, да. Это было, да. Ненормально. Как меняются времена. А в армии художественная самодеятельность какая-то меня все-таки прорвало в эту сторону. И после армии я пришел и поступил в театральный институт. И у меня во вкладыше, я не знаю, сейчас дают вкладыши или нет в дипломах? В дипломах дают, да, с оценкой, конечно. У меня во вкладыше одна четверка. Практически отличник. Ну, и политический подготовки. Вот, если аттестат зрелости, значит, среднем образовании, у меня там средний балл там 3,62. Ну, естественно, что у меня пятерки по труду и физкультуре. Вот. По физкультуре, я думаю, права не имел уже. Думаю, отцепу папа бы не понял. Да, вот. А там у меня вот так одна четверка. Ну, и понеслось. Михаил, вы знаете, какое самое главное событие, дорогие вот друзья, если вы тоже не в курсе, какое самое главное событие в этом году, в ноябре в России? Какое? А вот чтобы узнали и вы, и наши дорогие телезрители, в этом году у нас будет четвертое, четвертое, это вам не третье, не вторая, реальная премия Music Box. Да ладно? С 17 ноября, и не абы где, а в Крокус Сити Холл, друзья мои, в 20.00, билеты уже продажи, заходите, будет очень много звезд, потрясающее шоу, такого еще не было, будут такие имена, но вы заходите, забивайте, билета у вас осталось мало, забиваете четвертое реальное премия Music Box, вы все увидите и не пропустите. Какого ноября? Михаил, с 17 ноября. С 17 ноября. Но у нас еще будет, извиняюсь за это слово, припати. Припати будет, я сейчас объясню, что это такое. Припати? У нас их несколько, одно уже прошло, до сих пор люди в коме, будет следующее припати, это прелюдия, прелюдия, так сказать. Предварительные ласки. Ласки, да, предварительные ласки. Следующий сеанс предварительных ласок, ласок, хорошо, так. Прелюдия будет 20 октября, то есть вот этого месяца, это четверг, ну, послезавтра. Четверг, это нормально, это нормально. Полночь, ровно в полночь. В полночь? В полночь. Какая прелесть. Шахти-террас. Это там. Там будут звезды, можно будет культурно пообщаться со звездами. Там будет Ума Турман, Майкл Джексон и еще разные звезды. Да, они будут у нас. Шахти-террас? У нас и ведущие будут звездные. А-а-а. Да, вот, так что мы сейчас посмотрим немножко веселого видео. О, давайте, 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 это я люблю. Там знаете, кто будет? Понятия не имею. Там будет Михаил Церешенко. Да вы что? Смотрите и учитесь, Михаил. И зрители сказали, а кто это? Они сейчас все узнают. Ну, давайте засмотримся. Смотрим. Я недавно стою у себя на балконе, курю и слышу сзади в комнате Муся, ну, это жена моя, по телефону с подружкой, значит. Верочка, тыры-пыры, Вера, сюси-муси, ой, Верунчик, вчера купила себе бюстгальтер, недорого, всего за две тысячи рублей. Я, когда это услыхал, чуть окурок не проглотил. Я так трусы потягиваю, в комнату вхожу, говорю, Муся, ёпарасете, чё ты там себе купила недорого всего за две тысячи? Она мне так рукой, мол, куришь, кури. Ёпарасете. Я тогда трусы потягиваю, так аккуратненько, чтоб тёщу в кухне не травмировать. Говорю, Муся, ёпарасете, а ну ложь трубку и повтори быстро, чё ты сейчас такое сказала, проливчик. Она трубку бросила, говорит, что такое, я уже не могу с подружкой поговорить. Я говорю, да говорить ты можешь сколько угодно, но произносить такое вслух. У меня в уши зашевелились. Она говорит, чё ты так возбудился, от этого что ли? Я говорю, да не от этого, от двух тысяч рублей я возбудился. Она говорит, той лакомишаня, сейчас импортное, всё так стоит. Я говорю, Муся, ёпарасете, а ты наши носи, наши, отечественные. Вот я, наши трусы ношу и ничего, нормально. В коленках тепло, подмышками не дует. Только сползают, правда, всё время. Она говорит, Мишанин, знаешь чё, ты когда-нибудь тебя со стороны в этих трусах видел? Я говорю, конечно видел, и не я один. Она говорит, в каком смысле, ёпарасете? Я говорю, так это, парасете, ё. А, у нас на работе был медосмотр. А, я к врачихе в кабинет зашёл, портки скинул. Она так, оп, и всё. Я говорю, что всё? Я говорю, сразу в обморок. Ну, Мусяка заулыбалась, говорит, всё, я теперь могу спать спокойно. Я говорю, конечно можешь, если будешь наши носить. А, Мишань, понимаешь, я лучше за две тысячи буду себя человеком чувствовать, чем за 300 рублей уродом. Ты же не хочешь, чтобы у нас в семье был урод? Я говорю, конечно не хочу, хватит нам и одного. Это ты имеешь в виду мою маму? Я говорю, не, Мусь, это я имею в виду себя. Потому что зарплата у меня, как у самого настоящего урода. На два с половиной лифчика. Ну, ладно, Мусь, носи на здоровье. Только скажи. Вот за такие деньги, мне кажется, он должен быть на меху. Ещё и валенки к нему в придачу. Ну, она рассмеялась тоже, говорит, ну ты сказал валенки, скажи ещё лыжи. Это ж, говорит, летний вариант. На бретельках. Одни блюдечки. В руках даже без чашечек. Махнул рукой, вышел на балкон, закурил. Стою, смотрю на нашу страну и думаю, да нормальные у нас трусы шьют. Нормальные. Врачихе очень даже понравились. Она перед тем, как в оборок упасть, прям так мне сказала. Говорит, Мишаня, ёпэрэсэте. Что в переводе означает, ёлки-палки, рада стать твоей. Вот так вот. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас в гостях по-прежнему, друзья мои, Михаил Терешенко. Вот он сидит, красиво, ровно на стуле, живой, здоровый и оптимистичный. Потому что у него в детстве было два велосипеда и мопед. Верховина, верховина. Мопед-верховина. У него же даже лошадиные силы были. Ну, какие-то были, там, я помню. В полторы, но были. Я помню, что он очень пах бензином всегда. На зависть всем, да? Да, и мама всегда ругалась. Пахло, подождите, от вас пахло бензином или от мопеда? От него, от меня, от всех, в общем. По-моему, мы его больше разбирали, чем ездили на него. Ну, это же, я помню... Ну, это верховина. Да, это мопед, начнем с этого, это практически мотоцикл. Ладно, не буду, чтобы совсем не стало мне плохо. Мы то, что увидели, это проект «Кривое зеркало». Да, это начало «Кривого зеркала». Я так полагаю, это год 2004, может быть, пятый, может быть, третий. Очень долгоиграющий получился проект. Да, 9 лет. 9 лет на втором, так сказать, канале. Сначала на первом, потом на втором. А, я просто помню на... Первые 14 выпусков было, кажется, или 13 было на первом канале, а потом руководство перешло на... Наше, «Криво зеркальное» перешло на второй канал. Какие вот воспоминания ассоциаций? Потому что этот проект такой, ну, его можно смело назвать народным проектом. Вы же и гастролировали, я знаю, куча-куча-куча-куча концертов. Ну, какие могут быть ассоциации, если 9 лет было отдано любимой работе, а мы все друзья там были. Ну, мы до сих пор общаемся все. Очень жалко, что этого уже нет. Ну, в таком виде, в каком оно было. Естественно, ничего вечного не бывает. Сейчас другой проект, там какие-то новые люди появились. Ну, что было, то было. И очень приятно об этом вспоминать. И люди это помнят. Нет, люди помнят, люди узнают. А, да, благодаря этому проекту, кстати, стали останавливать на улице и просить сфотографироваться. Круто. Вообще! А жена нормально к этому относится? А жена сама останавливается на улицах и с ней просят фотографироваться уже давно. Ну, друзья мои, если кто не знает, у Михаила супруга замечательная наша певица, Катя Семенова. Ну, я так Кате говорю, потому что я так услышал первый раз. Можешь сказать, Екатерина, конечно, сказать, но вот как-то вот. Ну, просто есть версия такая, что почему стали писать на афишах Катя Семенова? Потому что конференсье были в основном люди уже тогда немолодые, у них сложно было с дикцией. Им было проще сказать Кате, чем Екатерина. Чем Екатерина. А я думал, что когда слышал, ну, она такая миниатюрная, такая вот, была всегда такая очень романтичная, лирическая такая певица. Ну, 18 лет девочке, 19. Я помню, вот я очень помню песню «Школьница», она мне очень нравилась. Такая была тоже. «Школьница, мне так тебе в любви признаться хочется», я даже слова помню. О, как? Вот, припев, да-да-да-да-да, под лопаткой болит, вот помню все слова. Да-да-да, была такая замечательная песня. А я думал, почему пишут Катя Семеновна, ну, думаю, интересный ход такой, потому что это еще вот на заре нашего такого шоу-биза, развития, и оказывается вот так вот, эти вот, как конфидерасты виноваты были, не могли они это выговорить. На чем сейчас, Михаил, трудимся, работаем? Какие проекты? Сейчас я нахожусь в стендбай, такой период. Перезагрузка. Ну, не то чтобы перезагрузка, я сейчас читаю, у меня на столе лежит три пьесы. Так. Странно получается, три пьесы и два предложения поставить пьесы. Это я напоминаю, что Михаил еще и театральный режиссер. Есть уже, мы еще поговорим о постановках, готовых уже. Да, пожалуйста. Вот, и одновременно три пьесы читаются. Да, ну, как бы, я их, кстати, прочел, но я думаю. Я думаю, потому что перед тем, как ставить пьесу, надо подумать. Неожиданно, то есть, оказывается, думают режиссеры. Режиссеры еще думают. Есть и такие, да. Есть такие. Это странно, конечно. Но так как-то, извините. А поставленных? Поставленных четыре. Две в антрепризе. Есть такое театральное агентство «Антре». Вот там пьеса автора Белова, современного автора. «Подыскиваю жену недорого» или «Счастливый номер». Ну, или наоборот, «Счастливый номер» или «Подыскиваю жену недорого». А вторая пьеса по Филатову, Леониду. Леониду. Да. «Часы с кукушкой» называется. Это в его стилистике тоже с такой женской сатирой? Нет, это его пьеса. Но там она такая очень советская. Она середина 70-х годов. Ну, немного мы... Я ее адаптировал под современность. Но я вам скажу, что акценты там... Можно себя похвалить, да? Можно. Я верно расставил акценты. Михаил, конечно, переводится как наискромнейший один из вариантов перевода, но тем не менее. Тем не менее, а это не мешает мне себя хвалить. Конечно, правду говорите. Да, правду говорите. В общем, акценты расставил правильно. И люди... Ну, зритель очень хорошо ее воспринимает. Хотя там даже не так много декораций и наворотов всяких технических. Сейчас же это модно. А вот... И три всего актера. Нет, два актера и одна актриса. Значит, ну, два замечательных точно. Это Саша Морозов и Света Пермякова. И я уж там как-то третий. Играющий тренер. А, играющий тренер. Ну, конечно. Ну, правильно, если я актер, что тратит деньги? Ну, собственно говоря, да. И это логично. И остальные оставшиеся в моем багаже спектакли поставленные. Я сотрудничаю с московским театром «Шалом», который возглавляет бессменно Александр Семенович Ливенбук. Я поставил там спектакль «Размороженный». И вот в прошлом году я поставил спектакль по абсолютно новой пьесе Анатолия Алексеевича Трушкина. Ну, мы назвали этот спектакль «Любовь с препятствиями». Ну, я так понимаю, Михаил, все ваши спектакли, они же, то есть, не академически серьезные, да? А я не умею. Да, я вот просто смотрю, я понимаю, что вот это вот там режиссер подумал все. То есть, я понимаю, что вообще вот по жизни, вот давайте поговорим о Михаиле. По жизни я ни одного дня не служил в настоящем, ну, таком драматическом театре. Ни одного дня. Я просто хотел спросить, вот поговорим сейчас вот о Михаиле, так абстрагируемся, как о третьем человеке. Какой он по жизни? Как он смотрит на людей вообще, вот на планету, на человечество это? Как, давайте так абстрагируемся, выйдем. Как он относится ко всему? Ну, хотелось бы, чтобы думали, что я отношусь ко всему легко. Да. А на самом деле, во мне столько всякого разного и столько всяких разных противоречий на самом деле. Ну, например? Ну, одна моя знакомая говорит, что я очень, как бы это сказать, поинтеллигентнее. Да, да, мы в дневном эфире. Да, 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 да. В общем, что я очень, ну, отношусь к другим артистам, ну, не очень правильно. То есть она говорит, что я очень требовательный, что я всех затягиваю в свой рисунок. Вот такой. Подождите, в качестве режиссера или в качестве... В качестве режиссера. Ну, так а так и должно быть, а как иначе? Ну, нет, я... Насколько я не режиссер, мне просто представляется работа. Я вижу, я вижу. Да, спасибо. Вот, мне просто... Нет, ну, говорят, что я не даю артистам свободно дышать и затягиваю их в свой рисунок. И хочу, чтобы все вот делали... Ну, как режиссер, наверное, я думаю, вы, наверное, имеете право так делать. Ну, не знаю, работа есть, работа люди разные, у режиссеров тоже бывает разное настроение. В общем, это рабочий процесс. А вообще, я человек хороший. Нет, это видно. Я добрый, я внимательный, я, наверное, ласковый, я легкий был, пока не поправился. Вот, это, наверное, мне понравилось. То есть, как выговорил, наверное... Я люблю двигаться. Очень передвигаться, точнее, передвигаться. Движение – это жизнь. Михаил, движение – это жизнь. Да. Поэтому сейчас посмотрим еще ваш один клик. Давайте посмотрим, как я двигаюсь. Друзья мои, Михаил Терешенко на юморбокс. Смотрим. Давайте. Хоть один приличный человек пришел. А то, понимаешь, какие-то бабки сумасшедшие, маньяки-куплетисты, мама с дочкой. Ну, сразу видно, нормальный, интеллигентный человек. Что у вас, товарищ? Дорогой, купи колготка, а? Какие колготки? А, любой есть. Черный, белый, телесный цвет. Выбирай, что хочешь. Я ничего не хочу. Вы зачем сюда пришли? Понимаешь, на рынке торговля плохо идет. Вот я сейчас по организации, по офисам хожу, колготки продаю. Вот, выбирай на любой вкус. Да при чем тут вкус? Понимаете, я мужчина. Мне не нужны колготки. Зачем так говоришь? Ты еще не видел, а уже говоришь, не нужны. Посмотри, какое качество, а? У меня все носят, мама носит, папа носит, бабушка носит, дедушка носит, любовь носит, дедушка носит. Товарищ, товарищ, подожди, вы, наверное, не поняли. У нас здесь не банно-прачечный комбинат. У нас здесь комбинат звезд. Ой, со звездами тоже есть. Здесь звездочка, там звездочка, на пятка звездочка. И еще кое-где есть, тебе понравится. Товарищ, вы меня, наверное, просто не так поняли. Дело в том, что у нас комбинат звёзд. Мы берём молодых, зелёных. Ой, дорогой, сказал бы, что тебе нужен зелёная колготка, я тебе дам зелёная колготка. Да мне не нужен зелёная колготка. Тогда давай синий, синий колготка, хороший, давай будешь синий колготка. Подождите, вы русский язык понимаете? У нас здесь искусство. Почему искусственнее? Сто процентов, сейчас смотри, какой хороший колготка. У нас здесь люди занимаются искусством. Кстати, под моим чутким руководством тянутся к прекрасному. Да, смотри, тянутся прекрасно. Прекрасно тянутся, видишь, как тянутся? Он меня, наверное, не слышит. Товарищ, мы здесь создаём новые проекты, музыкальные группы, такие, например, как... Корни или... Блестящие. Ну, сказал бы, что тебе нужен блестящий колготка. Сейчас найдём блестящий. Сколько пар будешь брать? Это музыкальные группы. Они поют песни. Например, такие. Ты узнаешь её из тысячи. Ок, там возьмёшь тысячу. Голодой, сколько у меня нет? Пятьсот сегодня забирай, пятьсот завтра возьмёшь. Я ничего у вас брать не буду. Мне колготки не нужны. Понимаете, не нужны мне колготки. Мне колготки не нужны. Мне нужны мне колготки! Мне нужны! Слушай, ты что меня перебиваешь? Я тебя перебивам! Имею уважение, в конце концов! Ты сперва помери, потом говори, нужны или не нужны! У меня вся семья носит мама, носит папа, носит бабушка, носит дедушка, носит любопись дедушка... Так, стоп! Хватит со мной припираться Не будет она протираться Эта крепкая колготка Как он сюда попал? Ты как прорвался Где порвался? Никогда не порвался, смотрела Какой хороший колготка Какой порвался? Слушай, мужик, ты меня доведешь до белого коленя Есть, дорогой, белый колени, черный низ Есть черный колени, белый низ Какой хочешь, такой забирай Слушай Чеши отсюда А это, пожалуйста, хочешь здесь чеши Хочешь там, чеши Она очень эластичная, хорошая колготка Мужик, ты меня достал Нет, я еще не достал Вот сейчас буду доставать Вот уже достал Смотри, детская колготка А иди-ка ты в баню А вот когда в баню идешь, пожалуйста Ты тогда уже колготки снимаешь С бана перешел, опять колготку одеваешь Дальше пошел, да? Господи, как только таких земля носит Клянусь, у меня все носит Мама носит, папа носит, бабушка носит Деточка у нас, любовница, деточка Все, все, все довольны Я сейчас в милицию вызову А я уже был в милиции Десять пар продал, у них больше денег нет Я сейчас тебя зарежу А, слушай, нигде не режет Ты нигде эластичная, хорошая колготка не режет Я тебя ненавижу Всеми фибрами души Метрофибра хочешь? Метрофибра тоже есть, коробка Давай я тебе дам микрофибра Тебе надо в сумасшедший дом А я уже там был, Наполеон Два пара взял, Гитлер пять пар взял Вместе с ажурными штанишками Слушай, друг Честное слово Я б тебя застрелил Жалко, у меня нет патрона Как нет капрона? Капронами кого-то тут есть У меня все носит Мама носит, папа носит, бабушка носит Все носит, все довольны Ребята, ну я не знаю, что с ним делать У меня же словарный запас закончился Ну кто его сюда привел вообще? Миша Миша Купи у него колготки Он всех достал АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, отдыхаешь? Нет, нет, сейчас, подожди, девочка Сейчас пойду работать Сейчас, подожди Девочки, девочки, колготки, помада, тушь Девочки, королевский лак с блестками Девочки, девочки, колготки, помада Мы вновь в прямом эфире, друзья мои Потому что мы всегда в прямом эфире И у нас такой вот В передаче несерьезные люди Да, Михаил Терешенко по-прежнему с нами Мы говорили о трансформации Юмор, он ведь тоже меняется Конечно Вот, меняются времена, меняется юмор Люди смеются над разными вещами Потому что даже иногда смотришь Ну, понятно, поменялся строй Изменились некоторые даже Некоторых слов уже нету Там просто не используют Там дети слышат, а что это? Уже просто значение И соответственно Ну, вот, что незыблемо И какие вот темы незыблемы? Дело даже не в этом Строй поменялся или не строй поменялся Поменялся темпо-ритм жизни Поток информации Которые сейчас принимают дети на себя Это же ужасно Это невозможно И отсюда Здесь такая целая цепочка Вот на столе у вас лежит там смартфон Да И он делает столько всего То есть там объединены несколько Как это называется Гаджетов, да? То есть там может быть и фотоаппарат Ну, фотоаппарат Соцсети, общение Все, 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 все И это для вас нормально Потому что по-другому Уже вы себя не представляете Ну, как будто Да, да, да Ну, нынешний современный человек Раньше было по-другому Для того, чтобы позвонить маме Вечером Мама, я задерживаюсь В студенческом общежитии Потому что я буду с Наташей там целоваться Вот Мне нужно было иметь в кармане две копейки Потом мне нужно было пройти Работающий в таксофон В таксофон как минимум Да Нужно было позвонить И пока я шел к таксофону Нужно было придумать Что я скажу маме Потому что маме про девушку Говорить было неловко И было прекрасно В одной маме Жене сказал Дорогая, я на собрании Все И она же не позвонит Или, например, так Не спросит Все, ушел Сейчас все по-другому И если Возвращаться к тому, что вы сказали По поводу юмора По поводу юмора Естественно, что Темпоритом Жизни такой Он и порождает Совсем другой Совсем другой Пласт юмора он поднимает Сейчас люди Но вечные темы Они, конечно же, остались Которые не имели Конечно же Конечно же Они остались Но Дело в том, что сейчас Юмор Вот мне так кажется Он стал Не только острее Как бы Колючее Жестче он стал Жестче И Я испытываю Вот лично я Миша Царешенко Я испытываю в юморе Дефицит доброты Вот прям Мне этого не хватает Как воздуха Поэтому Все свои работы И личные И актерские И режиссерские Я пытаюсь Принести туда Какой-то Элемент доброты Чтобы люди просто Улыбались Потому что Вот Папа Должен прийти с работы Включить телевизор И отдохнуть Я это сказал себе Там в шестом Или седьмом классе И это правильно Потому что человек Не может все время находиться Потом Очень много же новостей А новости у нас какие Они обычно такие Носят такой характер Очень негативный Ну как правило И человек постоянно Находится в каком-то стрессе И еще если Юмор такой же Ну тогда Я не знаю Где спасаться Тогда Просто Мозг взорвется Ну это Это может сказать Еще общий дефицит Доброты может быть Потому что Ну юмор это что это Юмор это всего лишь Одна из грани жизни Правильно? Ну наверное да Я как бы так Не обобщал Мы же о юморе говорим Да мы Не Мы о юморе Допустим Я Что такое смешно Ну вот самая конечно Глупая фраза Которую Можно слышать Когда люди там что-то Знают Что ты имеешь Какое-то отношение А пошути А расскажи анекдот Вот это для меня Самое убойное Вот это Расскажи анекдот Тяжело Это потрясающе Расскажи Ну Смешинос не говорят Расскажите Свой любимый Анекдот Ну дурацкость Этой фразы Я теряюсь Я вам еще Скажу одну вещь Я теряюсь Когда меня Стана выливают На улице И говорят Это вы Или не вы Да До сих пор То есть В принципе За столько лет Можно было придумать Какой-нибудь Искрометный ответ Чтобы Как-то Я не могу Знаете Мне напомнил Старт уже Скажите А вы случайно Не сын Соломона Моисеевича Вы знаете Вообще-то сын Ну то что случайно Узнаю Первый Я с вас Абсолютно Вы или не вы Это круто Вы или не вы Или там Я путаю Или нет Ну это такой Лайт вариант Это интеллигентный вариант Ну как бы да Еще Ухожу Немножко от темы Осень Раздражает Просто я Вчера Оставил свой Автомобиль В сервисе И к вам Сегодня приехал На метро И вот сегодня Я опять с этим Столкнулся Едут люди Держат вот так На уровне пояса Свой телефон И вот так вот Меня фотографируют Ну абсолютно Идиотское чувство Я не знаю Что с этим делать Это не всегда бывает Не все Но вот сегодня Вот я с этим столкнулся И я это так вижу И я чувствую себя Голым Раздетным Потому что сказать Чего-то человеку Я не могу Что я ему скажу Почему Ну а что Просто Михаил Говорите Давайте сделаем Нормальное фото И все Ну Вот видите Такое Скажите Давайте сделаем Нормальное селфи Ну что там Ну мне это не надо Ну ему надо Для чего Ну если ему надо Он должен подойти Спросить Ну он стесняется Он стесняется Он не знает Он стесняется Поэтому Не Михаил Вы его тоже поймите Он видит Артиста Которого Ни раз Ни два Ни десять Видел в телевизоре То есть он понимает Что это звезда Если хорошо спамят Еще и имя вспоминает Он понимает Что надо же Звезда со мной в метро Я сейчас фоткаю Потом покажу Чтобы не поверил И потом мне говорят Кто это Кто это Лысый придурок Плохое качество Да Давай мы с тобой Сделаем селфи Что ты паришься Что ты нервничаешь Ну я как-то Селфи кстати Это тоже убийственная вещь Почему? Ну потому что Я был знаком С одной актрисой Которая Мне кажется Она с ума сошла По поводу селфи Она не одна в этом Она не одинок Она выходила Вот спектакль Поклон Мы только Значит она делает Даже не шаг Пол Шага За кулису И быстренько И быстренько Чпок В инстаграм И везде Там Да Сейчас только что Был поклон У нас было И потом у нее Сколько-то там Лайков И еще чего-то Думаю Мама дорогая Ну вот она уже В последние Минуты Вот этого спектакля Который Ну мы же какую-то мысль Там хотим донести Ну вот что же Она думает уже о том Что надо ей туда Вот в эту штучку Кстати Я хотел сказать Что вот этот отрывок Который вы сейчас Показали Это тоже Незабвенное Кривое зеркало И замечательный Замечательный Абсолютно Кареново Нисян Кстати у нас С ним день рождения У него 18 сентября У меня 19 Так что В эти дни вас Не приглашают С 17 по 20 Не беспокоиться И замечательный Совершенно Кареново Нисян Я его очень люблю И уважаю Он Кстати очень смешной Вы его пригласите Как-нибудь Обязательно приглашите Тем более Мы с ним на родственнике Так что Я говорю Обязательно приглашу Знаете Я не знаю Ни одного армянина Кто не был родственником Кареново Нисян Я не знаю Так же Как я не знаю Ни одного грузина Который не князь А да Это и тема Все армянины родственники У нас У нас У нас У нас Сейчас немножко Будет хорошей музыки И мы продолжим Нюша Смотрим Друзья мои Мы к вам вернулись В прямом эфире Михаил и Михаил И Михаил Загадывайте желания Загадывайте желания Все желания Исполнить Тем более Что сегодня Международный день Кудесника И мы уже Услышали Ваше желание И Михаил С древнеперсидского Значит кудесник Да С персидского С финикийского Я уже переводил Мы же полиглоты Я правильно сейчас сказал? Однозначно Причем Вы говорили Это слово Друзья мои О самом главном событии Я хотел еще напомнить Для тех Там мало ли Кто-то в танковых войсках Служит Или еще Не понял 17 17 17 Ноября Крокус Сити Холл 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 Четвертая Уже вот Четвертая Да Реальная премия Мюзикбокс Будут все Все звезды В 20.00 Крокус Сити Холл Приходите А билеты уже в продаже То есть украсть их негде Получить Халява закончилась Можно купить Остались Немножко еще осталось Так что спешите Покупайте Увидимся Жильем Там будут все звезды Причем Петь они будут Друзья мои Петь Но у нас еще Вот это вот Припатия Еще Припатия Припатия Я все-таки Объявлю У нас Это очень важно Это очень важно Потому что Без припатий Как говорится Послезавтра В четверг Шакти Терраса Запоминайте Ровно в полночь Ума Турман Будет встречать вас У входа Понятно Да Ну естественно Там будут звездные ведущие Там будет все хорошо Но это Шакти Терраса Там плохо не бывает Там плохо Да Одно уже прошло На ура До сих пор Все наркологи Работают в Москве Всем хорошо Всем прекрасно Ну надо же людям Как-то Весело Это знаешь кому плохо Те кто не попали На припатии Им плохо Им плохо Вот Так что Друзья мои Спешите Четверг На припатии Шакти Террас Можно будет Позажигать С нашими Супер звездами Да Мы только что Говорили О фобиях Это даже не фобия А болезнь Зависимость Зависимость Вот это вот Селфи Это реально Зависимость Абсолютно Конечно Я даже Михаил Я знаете Надо говорю Людям Когда вот Что-то Интересное Случается Да Вот Самая Ржачная Вот Салют Красивый Салют Люди Вбухивают Кучу туда День Вот это Взрывают И вот Самое Ужасное Зрелище Это люди С телефонами Которые Снимают Это Салют Я Даю Голову На отсечении Ни один Из них Никогда Его Смотреть Не будет Никому Не покажет И никому Это Неинтересно Смотреть Салют В телефоне И хочется Им сказать Ну Это Я Салют Как Образ Такой Собирательный Да Ты Посмотри На Эту Красоту Вот Так Ты Не Видишь Салют Абсолютно С вами Согласен То есть Ты Событий Не Видишь Какой Б Одна Моя Знакомая Рассказывала Мне Потрясающую Историю Она Говорит Я Говорит Со Своим Любимым Поплыла По Питерским Каналам Ну Там Эти Лодочки Эти Вот И Поплыла Говорит Это Красота Говорит Совершенно Изумительная И Она Взяла Там Фотоаппарат Или Камеру Ну Камеру Фотоаппарат В режиме Камера И Говорит Стала Снимать Эти Красоты Я Говорю Ну Она Говорит Я Ничего Не Видела Вот О чем Я Говорю Люди Которые Снимают Ничего Не Видят Ты Запомни Получи Вот Кайф Ну Не Надо Обижать Наших Операторов Нет Наши Операторы Они Работают Операторы Работают Это Работа Я Говорю Про Обычных Людей Которые Если Видят Что Интересное Ой Какой Водопад И Вот Это Каналом И Снимал Вот Это Самое Интересное Как Объяснить Что По Большому Читом Есть Одно Лекарство Миш Есть Одно Лекарство Езжайте К себе На Дачу Лопата Сажайте Деревья Оставьте Телефон В доме Сажайте Деревья Делайте Шашлыки Садитесь На Велосипеды Я Не знаю Покупайте Себе Мотоциклы Кстати О мотоциклах Да Кто То Ведь Я давно Как бы Я родился Я родился Так не надо Опять про детство Опять не надо У меня комплексы Что я помню Два велосипеда Мопед Я купил мотоцикл Из соображений Экономии времени Потому что В какой-то момент По Москве Стало ездить Невозможно У меня Драгстар Это Ямаха Ну естественно Что он не спортивный Мотоцикл Потому что Я уже В позе Эмбриона Мне тяжело Это Чоппер Да Ну Скажем так Круизер Круизер Ну и замечательно Вот Он едет медленно Он большой Черный Блестящий И очень довольный Медленно Сколько там кобылок Ну 43 Хватит Вполне Абсолютно То есть Карданный мотоцикл В 5 вечера На Садовом Все равно Разогнается Мало у кого Получается По этому Смыслу Но зато Можно Между стройками Он для другого Создан Для чего Вот для чего Купил Для того Чтобы Красиво Вот Красиво Абсолютно Другая Вообще Жизнь Это же не машина Я повторюсь Это не моя фраза Это Абсолютно Другая Степень Свободы Мироощущение Вообще Это все По-другому Ну как У меня Друзья Байкеры Любят Тоже Говорить Что На четырех Колесах Ездит Попа А душа На двух Ну Таких Много Фразы Там Для байки Для байкера Пиво Это все равно Что бензин Для мотоцикла Это все Такое Все это Обрастает Какой-то Романтичной Романтикой Я индивидуальный человек Я не состою Ни в каком сообществе Я не байкер Я мотоциклист Это разница В этом есть Поверьте Да нет Я считаю Нет Байкер Кто сказал Что байкер Обязан где-то состоять Нет Ну как правило Люди же собираются В какие-то группы По интересам Кстати Поразительное У меня когда-то Был автомобиль Volkswagen Juke Старый Настоящий И Да абсолютно Кефир Кефир Вот И Когда Значит Он был приобретен Естественно Что Я узнал Что существует Такой клуб В Москве И мы Да-да-да Я вам верю Мы приехали Значит На заседание Этого клуба И Там была Какая-то повестка дня И О создании Своей собственной Ремонтной базы Об обмене Там запчастями Где неинформации Где купить Это все обсуждалось Ну наверное Минут 10 Ну может быть 12 И потом А потом Вот эти все люди Совершенно Как бы Разные Они стали Долго И очень активно Обсуждать Как они В ближайший четверг Ну условно Будут выезжать На природу Значит Кто будет Покупать мясо Кто будет Брать Угни Вот Вину Рисклистенность Вот Это как повод Мне там Стало так Неинтересно Потому что У меня есть С кем С кем Есть Куда И что Мне Как бы Клуб Ну вот Они так Живут Это было Первое Последнее Заседание Отмазка Для жен У нас Клуб Любителей Живов Может быть Потом Выложит Пару Фото Как они Обсуждают Детали Причем Не своих А Ну правильно Надо Не своих Насчет Байкеров Я сейчас У меня Это Вы помните Это Они говорят Про разницу Между Чоперистами И спортбайкерами Знаете Разницу Ну я знаю Страшный Анекдот По этому поводу Там их несколько Мне нравится Когда сидят Чоперисты И два Спортбайкера Подъезжают Садятся Говорят А можно Рядом С вами Посидеть Чоперисты Говорят Присаживайтесь Сети Сели А можно Мы тоже Пиво Выпьем Они такие Смут Говорят Ну выпивайте Эти Спортбайкеры Заказали Скажите А почему Вы с нами Не дружите Помните Такое Что с вами Дружить Вы каждый Год Новые Поэтому Четвер Все-таки Мне ближе Михаил У нас К сожалению Час эфира Пролетел Да вы что Да Пользуясь случаем Хочу передать привет Своим родственникам Вот сейчас Можно Во вторую камеру Обращение к человечеству Это останется И отзовется В веках Михаил Церешенко Вещать Вот в первую камеру Или в вторую Вот где Давайте во вторую Я Во вторую Хорошо К планете К человечеству Люди Улыбайтесь Творите добро Себе И людям И смотрите Юмор ТВ Да Вот С вами были Михаил Церешенко И ваш звездатый ведущий Михаил Костанян До новых встреч Любите друг друга Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok